Чтобы доехать не до номера, нужно так вот раз, и на 10 этаж только поднимается ко мне номер личный мой лифт. Посмотри это видео, если ты ищешь новую сетевую компанию. Приветствую тебя, легенда. Меня зовут Роберт Ра. Я основатель Всемирной ассоциации интеллект-тренеров Супиджамп, являюсь про-интеллект-тренером, профессиональным интеллект-тренером. И я наставник, я обучаю новой профессии интеллект-тренер, как лидер сейчас в онлайне, может зарабатывать 200, 300 и миллион рублей в месяц. У меня уже по всему миру более 4 тысяч учеников интеллект-тренеров, которые преподают и зарабатывают сейчас кто-то 10 тысяч долларов, кто-то 20 тысяч долларов. И есть такие, кто и 40 тысяч долларов. Это Расул Зулкаш, мой ученик прямой. Итак, друзья, и сегодня тема, как сегодня лидеру, как сегодня предпринимателю, если ты в поиске, если ты ищешь какие-то новые возможности. Ну, обычно ты вот предприниматель-сетевик, был в разных сетевых компаниях, обжегся, тут обжегся, здесь обжегся, тут закрылось, тут доходы упали. На моем канале есть предыдущее видео, где я рассказываю, почему 80% лидеров сейчас, 80% лидеров сейчас не зарабатывают достойные деньги. Посмотрев, на канале есть такое видео. Но сегодня не об этом, сегодня еще более глубже мы погрузимся в это, в сетевой бизнес. Вообще сетевой бизнес придумал Карл Ренберг. В 1934 году он создал компанию, первая компания сетевая, Витамин из Калифорнии. Я могу говорить очень долго, то есть это просто величайшая биография, и эта история другая, друзья. Как выбрать, то есть, да, почему важно сейчас, вот если ты вот новичок, и ты ищешь какие-то возможности сейчас, и ищешь какую-то сетевую компанию. У меня предпринимательский стаж более 25 лет. То есть и традиционный бизнес, мебельная фабрика была, и сетевой, то есть и продуктовые компании, и инвестиционные. Я знаю про бизнес сетевой очень много, и про традиционные, друзья мои. Ну, колоссальный опыт. Самое главное понимание, то есть, да, вот, как выбрать, как выбрать сейчас компанию. Первое, на что хотел бы, чтобы вы обратили внимание, чтобы у этой сетевой компании была классическая партнерская программа. Что это такое? Это когда в первую линию ты можешь выстраивать хоть сколько, и глубину растет хоть сколько. Это классика, вот как у Карла Ренберга начиналась, то есть она классика была. Вот классика, она стабильная, она навсегда. Вот бывают такие компании, бинарные компании, бинар, то есть, да, тринар там называют по-разному. Ну, они, друзья мои, не жизнестойкие, они существуют, ну, 3 года, ну, 4 года, и потом, если она хочет дальше, эта компания развиваться, они переделываются уже под классику, то есть, да, что-то модернизируют, что-то делают Но вообще, для чего придуман бинар? Для того, чтобы как можно быстрее хозяину, основателю этой компании собрать просто бабло Ну, естественно, первые люди, кто пришел, тот быстрее заработал, ну, это вот настоящая пирамида, друзья мои Если вы чувствуете, что здесь бинар, друзья, ну, не идите туда Начинайте с этичной, классной компании, по классике, чтобы в первую линию хоть сколько, в глубину хоть сколько Второй момент, на что бы я сейчас ваше внимание обратил Я был, говорю, в продуктовых компаниях, было такое, что вот вроде работаешь, все классно, как раз, а продукта нет Вот продуктовых компаний, продукта нет То там говорят, то не сертифицировано, то на таможне, там на границе где-то встал продукт, то завод сгорел Ну, а вы-то почему виноваты, я-то почему виноват, я хочу зарабатывать, у меня клиенты есть Я сталкивался с такой ситуацией, то есть, да, и поэтому продуктовой компании очень много рисков, логистических рисков, производственных рисков, международных рисков Да, производство было в Европе, сейчас закрылось, то есть, да, и вот тут вот начинается, что, ты компанию построил, у тебя дистрибьюторы сидят, все, им надо что-то продавать А хозяева компании начинают что-то придумывать, что-то там делать, создавать, что-то там, какие-то продукты новые придумывать, друзья мои, то есть, чтобы вот как-то поддержать, то есть, чтобы не разводилось ничего Еще вот, на что бы я сейчас ваше внимание обратил, друзья, инвестиционные компании. Обычно же как, вот охота, зашел в сетевую компанию, и это навсегда, да? Вот охота, зашел в компанию, и ты навсегда построил команду, и она не развалится, не надо ее перетаскивать в другую компанию. Часто происходит у лидеров, они начинают разваливаться здесь, все тухло стало, лошадь умирает, они начинают бежать в другую сторону, да, в компанию. Охота вот в такую компанию зайти, чтобы все прям гладко было. Охота так, друзья, друг мой, вот охота. Вот хотелось бы тебе в такую компанию попасть, вот, да, вот выбрать ее. Вот обратите еще внимание, знаете, на что? Очень много сейчас таких вот есть, устал уже с продуктами, пойду в инвестиционную компанию. Но запомните, друзья, любая инвестиционная компания касается акций, инвестиций, какие-то криптовалют, это, как сказать вам, ну, это как в сказке Буратино, друзья, это закопай и, ну, жди там, чтобы дерево у тебя взросло. У кого-то дерево это прорастает, друзья, особенно у первых. Но в большинстве случаев там очень много теряют. Сколько таких компаний уже было? Инвестиционных, которые все было классное, стойкие, классные, ну, такие, финика, да, ну, просто огонь. Life is good, ну, просто огонь компании, да, ну, где они сейчас? Крепкие вроде бы казалось. Знаете, это не то, что life is good плохой там был, и там вот эти вот предприниматели неэтичные, они вот решили вас, как бы, собрать деньги и убежать. Не, ребят, знаете, как этот рынок работает? Если вы будете изучать экономику, то вы увидите, что экономика всей планеты, всей планеты, она, ребята, циклична, она имеет цикл, она вот так вот, как парадигмы. То у нее взлет, то падение. То взлет, то падение, то взлет, то падение, то взлет, то падение. Вот так вот. И в какое-то время наступает мировой кризис финансовый, то есть колбасит биржи, колбасит курсы валют, все происходит. И вот на этом фоне рушатся все вот эти компании. Существование таких инвестиционных компаний, неважно, это битковин, неважно, там, инвестиционные компании какие-то, да, друзья, ну, 5-7 лет. 7 лет нормально, все классно, а потом, бам, рухнуло, кризис, опять 5-7 лет нормально, опять рухнуло. Это так делается специально, друзья, компании банкротятся, богачи скупают это все там, забирают, то есть, да, без сценок. И опять работают, 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 опять банкротятся. Ну, вот так устроен мир. И поэтому все инвестиционные компании в 95% они будут все валиться. Не знаю, попадете ли вы, видите, 5%. Есть такие компании, которые более стойкие, но у них там проценты маленькие. А вы всегда же хотите побольше заработать, и вы ломитесь туда, строите партнерские программы, команды, а потом сидите разочарованы, и еще на вас наезжают люди, что вы вложили туда, ну, привели их туда деньги там и так далее. Ну, это и для кармы не очень хорошо, поэтому я не в инвестиционных компаниях. Как выбрать компанию? Хотел бы ваше внимание обратить на более этичный сегмент. Образование. Образование. Сейчас очень много появляется компаний в области развития человека, в области образования. Вот третий момент, очень важный. Обратите внимание, образование. Эта тема будет развиваться сейчас как ракета. Почему? Сейчас объясню. Сейчас все ломанулись. Блокчейны, технологии, компьютеры, интернеты. А про человека-то забыли, а человек-то страдает, а человеку тоже нужна помощь, просто элементарному. И вот сейчас такие компании, которые в области образования, с партнерской программой, они будут существовать очень долго. Скоро компании в области образования будут самые большие, самые дорогие будут компании мира. Даже обмонят по капитализации крупные компании, которые сейчас есть в мировом сообществе. Это Apple, Google, Amazon. Почему? Сейчас объясню. Во-первых, все аналитики, все аналитики мира говорят, что образование – это тренд. Тренд 21 века. Друзья, что это сейчас будет развиваться, надо вот туда идти, в образование. Во-вторых, друзья, в начале 2000-х годов, когда развивались, все говорили, что в интернете сила, в экономике сила рождалась. С 2000-го года по 2020-й год рождались битковины, еще что-то интернет развивался, Amazon, Apple, Alibaba. Все компании, которые работают через интернет, они взлетели и стали очень богатыми. Google стали очень богатыми, компании обогнали по капитализации нефтяные и газодобывающие промышленности. Ну круто, да? И туда все ломанулись. Но сейчас я вам говорю, друзья, куда оно ломится. В образование, друзья мои. Там огромная сила, внимание людей и огромные деньги. И вот как только вы нашли компанию в области развития человека, образования, бегом туда. Ну и самое главное, чтобы это было, ребята, персонально. Персонализация какая-то была, профессия была, чтобы там какая-то уже было образование. Это очень важно. Не просто продавать чей-то тренинг. Ты просто продавец. А тебе нужно самому стать тренером, самому стать учителем, наставником, быть компетентным. Вот в такие компании идите. Ну и на завершение скажу так. Сразу же, когда ты захочешь, ты же сетевик, ты же понимаешь. Иди к самому лучшему наставнику. Ну выбери, конечно, по душе. Внешне, органично, чтобы все было. Выбери по душе. Ну выбери самого лучшего. По рейтингам, по чекам. Выбери самого лучшего. У кого больше опыт, тот тебе больше даст. Ну для лидера, конечно, не нужен даже наставник. Он просто услышал там, посмотрел все и полетел, как это делать. Ну что, друг мой. Вот тебе 4 важных факта, чтобы выбрать тебе и чтобы зайти грамотно сейчас в новую сетевую компанию. Продуктовая компания, рисков много. Логистика, то, все и так далее. Инвестиционные компании периодически не разваливаются. Сейчас будут новые образовываться. И они будут появляться. Ну, если что, хайпанешь, залетишь. Ну опять там, да, энергии нет никакой, силы никакой нет. Счастья никакого нет большого. Деньги не приносят счастья. Друг мой, обрати внимание на компании, которые в области образования. В области образования. Прям очень важно туда обратить внимание. Туда посмотри. Ну и выбери наставника самого лучшего. Очень важно сразу же, ну заходи к самому лучшему. Всегда. Ну и по душе, чтобы это было. Вот так вот, друг мой. Так что ищи. Не торопись, но торопись. Не торопись, но торопись. Ну, а самое главное, когда ты вот мечтаешь, сейчас бизнесы будут развиваться те, которые духовно-нравственные, которые экологичные. Светлые люди сейчас будут развиваться, светлые компании. Идите к свету, идите к образованию, да, знание свет, слышали такое? Знание свет, идите туда, туда, в те компании и действуйте безотлагательно. Самое главное, смотрите, как я выбираю бизнес, как я сам выбираю бизнес, ребят. Минимум рисков, минимум вложений, максимум прибыли. Вот так вот еще, вот еще одна формула вам. Итак, родное сердце, может быть, у тебя есть какое-то свое мнение по этому поводу. Может быть, что-то я упустил, такое бывает. Друзья, Сократ говорил так, я абсолютно точно знаю, что я ничего не знаю. Вот мудрейший человек был, поэтому мы его в веках знаем. Может быть, что-то я упустил, это наверняка такое есть. Может быть, что-то вы знаете интересное, я бы с удовольствием это мнение послушал. Поэтому напиши мне в комментариях, скажи, Роберт, вот тут ты не прав, а вот тут я тебе хочу обратить внимание. Да, 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 вот это вот так. Напиши мне в комментариях. Для меня это очень важно будет. И братское сердце, родное сердце, думай как легенда, думай как легенда. Как бы думал Стив Джобс, Генри Форд, а? Как бы думал Трамп? Тоже великий человек, друзья, предприниматель, нашинский, да? Как бы думали все великие люди, Коко Шанель, Сергей Павлович Королев, Станиславский. Вот научись думать, как они масштабно. Заходи в масштабные компании. И вначале посмотри обязательно видео, как, почему сейчас лидеры, 80% лидеров сейчас в сетевых компаниях не зарабатывают. У меня на канале уже есть это видео, то есть посмотри обязательно, оно сделано у меня. Ну что, родное сердце? Выбирай, ищи, действуй, только действие приносит результат. Ну а я тебе желаю еще больше счастья, еще больше богатства, еще больше осознанности, еще больше здоровья, еще больше интересных людей рядом с тобой, и долго-долго счастливы на полной ярчайшими, величайшими, стабильными событиями в твоей яркой, счастливой жизни. Ну что, друг, полетели? Полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию. Заходи в компанию через служение. Я служу людям, я помогаю им, я делаю мир лучше. Это самое важное. Стоять. Вот надо выбирать такую сетевую компанию, чтобы в твой номер был вот такой вот личный лифт. Да? И ты дома. Стоять.